Привиды в родовом маятку американского миллионера. У меня чему-то начинает подкашиваться. Ноги подкашиваются, теряют сознание и слышат какие-то странные звуки. Террасы, оттуда отдаленные, тихие церковные песнопения, очень красивые маятки. И какие-то горят там по ручам, такие синего, ламни. И говорят, там поганное место. Ходить не хочет. То есть дом стоит, где-то вот с левой стороны, сзади дома, что скопление какого-то негатива. То есть там как эпицентр, не знаю, почему-то. Кровь, кровь, кровь. Везде кровь. Вот здесь теплее, здесь теплее. А здесь очень холодно. Он зашел туда. Представители паранормальных явлений утверждают, что возникновение привидений сопровождается появлением очень сильного электромагнитного поля. И из-за этого на съемочную площадку битвы экстрасенсов привезли прибор для измерения величины магнитного поля. И что увидели? Показания прибора постоянно изменялись и показывали 40, 300 и даже 600 гауссов. Как сообщил приглашенный эксперт, кандидат физико-математических наук, обычно поле Земли составляет только сотые доли милигауса. Но сложилось мнение, что этого физика и с ассистентом регулярно приглашают в качестве подтанцовки на съемки подобной категории телешоу. И там они демонстрируют подобные приборы, которые так зашкаливают и показывают такие величины. Пришлось все проверить самостоятельно и совершить экспедицию в эту усадьбу муравьевого апостола. Даже с ночевкой с этими так называемыми привидениями. Продолжение следует... Ну такое полуразрушенное уже здание, макеток или еще называют дворец даже, вот так называют. Потому что там такой стиль постройки еще старинный. Здание построено ориентировочно в 1750 году. Ну в 1774 году уже там, как говорится, в бульварной или желтой прессе царской уже были там упоминания, что там проводились какие-то встречи, балы там и так далее, там завтраки, ужины и так далее. Ну что, там мы походили, пофотографировали, там даже дроном пофотографировали вокруг да около, там вдоль и поперек, как говорится. Ну и все. Выложил видео. И вдруг на одном из видео, там где дрон спускается, башня стоит и родовой герб, который так немного уже отслоился и уже, как говорится, щель образовал. И дрон спускается и в этом проеме, в щели между родовыми, видно какой-то объект непонятен. Ну так как было видео у меня в 4К, снимает этот камера дрона, там уже можно четко, ясно все рассмотреть, как говорится, в увеличенном виде и так далее. Ну и что, и в увеличенном виде получилась очень интересная и такая вызывающая картинка. Соответственно, я в эти дела не верю. И моя версия была, что это просто игра лучей. Допустим, в крыше вот этого сооружения где-то есть дырки. И свет попадал и проектировался на это место и создал такую картинку, какой-то непонятный объект. Там с двумя такими черными глазами, сама голова белая, два черных таких бездонных, без зрачков глаза и все. И так далее. Ну вот это моя версия была и я потом уже самостоятельно решил это проверить. Ну, для проверки я, конечно, подошел немножко креативно. Ну и так как я 6 лет в Одессе был, немножко с таким же интересом подошел. Оля, ты не бойся, там ничего нету. Если там что-то было, там бы все знали и так далее. И там учителя даже жили в этом поместье. Ну, там типа как были малосемейки или общежития было. И прямо в здании этом жили. Так если что-то там бы было, то мы бы и они бы уже знали и так далее. И какие-то хотя бы слухи были. Так что ты не бойся. Ну, я также слушаю. Я же тоже такого мнения, что там ничего нету и так далее. Ну, в конце добавляет, говорит, это самое. Ну, ты, говорит, хрестик обязательно бери и выучи отче наш наизусть. Так как же это так? Это самое. Говорит, там же ж ничего нету. Зачем мне это самое. Хрестик брать и отче наш наизусть. Нет, ну ты все равно, говорит, мало ли что там. Ты все равно выучи и так далее. Ну и все. Ну, ну что, я также про себя тоже думаю. Ну, хрестик то я возьму. Допустим, если там какую-то сущность увижу, там, это самое привидение, то я там, хрестик я успею выхватить там. Но отче наш, я что-то сомневаюсь, что от страха я там что-то отче наш начну там наизусть читать. Ну, и я к этому делу подошел креативно. Все это дело я записал, ну, на такие уже, уже известная эта тема, да, такое мощное устройство. Тут два канала по 10 ватт. То есть, если ее включить на полную мощность, то там даже, не то что в этом поместье муравьевых апостолов, там даже в хумуце будет слышно, это самое. Ну, так я креативно подошел, думаю, я не выучу, и то, и то, с перепугу я там растеряюсь и так далее. Там можно что угодно намолоть там, как говорится, не по теме. Я записал на флешку это все дело, и в эту колонку музыкальную все вставил. То есть, из отче наш решили вопрос. Ну, хрестик я так, когда уехал, я даже и забыл хрестик взять. Так что, думаю, ладно, отче наш есть, все, вперед. Ну, и еще, как говорится, скреативил для общего, ну, и оно как, вот такая штучка есть. Это для макросъемок, так называемая светодиодная подсветка. Вот так она выглядит. Ночью, конечно, вообще суперэффект. Там вот этой стойки не видно. Суперэффект, конечно, да, там есть. Ну, вот это такая подсветочка, ну, и это же светодиодный фонарик на лунной обычный. Так что я там, как говорится, чуть-чуть подошел технически к этому делу. Так, выключаем. А, уже начало смеркать. Дай, думаю, проверю вот эту колонку, вот, чинаж. Ну, чтобы громкость какую-то выставить, чтобы же и не сильно громко было. И это, и не тихо. Ну, там же как раз возле поместья вот этого проходит дорожка такая. И там местные жители туда-сюда там ходят, там изредка. Не то, что там часто. Там, допустим, с периодом, допустим, 10, 15, 20, 30 минут. Кто-то проходит там, кто-то проезжает на велосипедом, кто-то что-то там несет, кто-то бежит и так далее. Ну, что, я там посмотрел, вроде же никого нету, уже смеркать начало. Уже хождения такие уже прекратились, частые. Ну, думаю, включу. Ну, соответственно, на это самое... Только нажимаю кнопочку вот эту, раз, и сразу же идет. короче только первые слова раздались вот этой молитвы слышу там где-то метров не знаю сколько то слышу кто-то там как закричит а там и побежал что-то бежит там бу-бу-бу-бу-х там перекрутился наверно там не знаю может сальто даже сделал в воздухе упал там что-то слышит притих тишина потом друг опять как схватится и как побежит еще сильнее с криком это побежал ну я честно сказать я перепугался наверно тоже не меньше чем у тот кто убил потому что я не ожидал я встаю себе тишина все нормально кнопочку только нажал две секунды проходит первые слова молитвы и вдруг вот такая катавасия начинается вот такой карди балет там это самое начался вот такая штука ну что думаю ладно я не буду это самое вот чуть-чуть еще просмотрю чтобы никого не было чтобы действительно убедиться что уже тут никто не шастает вы по этой дороге посмотрел там везде посмотрел и увидел мужика а там рядышком тоже фонтан есть такой полуразрушенный не работ не работающий и лавочки стоят и мужик это самое тоже сидел на лавочке не знаю отдыхал и может кого-то ждал короче я думаю пока он не уйдет я с не буду это соответственно тоже жду 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 уже целый час прошел целый час этот гад сидел я там его ждал уже переживать начался уже одну тут смеркает уже надо будет скоро комиссия нормальными съемками заняться ушел он все нормально ушел я все обсмотрел внимательно все прислушался ну правда прислушался слышу такой звук какой-то такое ну типа как на велосипеде кто-то едет или там где-то педаль это цепляет или где-то что-то щиток на заднем колесе или на переднем трет там что-то такое так звук ну я слышу он далеко и вроде не в эту сторону едет вроде не в эту сторону едет но и на далеко там это самое то есть соответственно и уже темно нужно думать ничего не сюда едет вроде и это самое далеко я опять включаю опять две секунды проходит первые слова молитвы и вдруг слышу этот звук только то есть как покрутит там спешеной скоростью и умчался с криками тоже опять же такая штука ну ладно думаю все уже корица уже генеральные испытания прошли все будет уже ночью после 00 часов после 00 часов я там все обходил там это самое все комнаты нигде там ничего нету ничего там не давит прекрасная обстановка там она прекрасная все прекрасно там ничего не давит ничего не видно них никто там не шумит призраки не шастает там по коридорам и так далее то есть все заснял там вот на видео есть на этом видео я еще включил кадры которые они не пустил то предыдущие видео все там обстот снял все нормально там даже походил там со свечкой вот этим лимбом походил со свечкой там в проемах этих камера снимала на низу а я там втором этаже ходил там в этих ваконных проемах видно что силуэт там со свечкой с лимбом там походил и так далее и такие кадры на это кадры сделанные чтобы интерес какой-то был практически они даже в теме потому что я там фоновый фоновую включил песнопения хоровые вот эти церковные включила но так в теме но потом же естественно я после съемок там местечко в комнате на втором этаже разложил тоже плащ палатку разложил этот спальный мешок и так далее и то есть устроился спать переночевать до утра а утром уже уехал домой ну вся суть заключается в том что то есть ничего там такое я не услышал никаких посторонних звуков не было единственное конечно когда я лежал там я же на полу лежал кровати нет то со мной и там дверные проемы такие проемы один и дальний они мне четко было видно когда лежал это глаза открываю смотрю держи дверной проем смотрю тот дверной проем и так если конечно образно там сильно призадуматься то можно там наверно точно что-то увидеть какие-то сущности в дверном проеме будут проходить но я так не заострял внимание дверной проем смотрю никого нету никто там не шастает так далее тени не не проходят звуков там никаких не было единственное было два звука звука от которых как говорится холодок по телу прошел это были звуки вот там же металлическая крыша и соответственно днем жара и начала вспучиваться и железо но расширяться училась железо а крыши а потом же под вечер это железо остывала и обратно формировалась деформировался в обратную сторону и соответственно вот это такой низкочастотный звук звук очень конкретный такой шашка грится аж вроде все здание загудела это но я потом лишь подошел к окну чтобы уточнить что это такое за звук непонятный как ну подошел и слышу второй звук только в другом месте уже крыши дальше уже я сразу же понял что это и идентифицировал этот звук же это просто крыша ничего страшного тут нету а второй звук был это это птичка какая-то птица не знаю что за птица услышно было села на это уже тут тут периодические такие ну звуки или по крыше ходит и вот этими как как тяби своими вот уж по крыше тут тут тоже я идентифицировал сразу и практически страшно ничего не было так что до утра спал как младенец интересного ничего не нашлось если бы не вот эти случаи с этой же очень наш с этой колонкой так наверно и неинтересно там было но что там же получается что эти все экстрасенсы они 11 сезон битвы экстрасенсов там снимали и там все они голос как говорится говорили что везде духи там везде кровь сущности какие-то ну и так дальше здесь меня давит я отсюда ухожу здесь мне нехорошо и так далее ну то есть экстрасенсы подсказывали что типа там очень плохо на самом деле я ничего не ощутил вот бы куда попасть то на самом деле во время испытания правда татьяна мне кажется это очень должно быть интересным историком все без исключения наши экстрасенсы почувствовали присутствие привидений а битва с экстрасенсами только еще началась уже третий раз ролик перезаливай а